Всем привет! Меня зовут Наталья Киян, я сеньорка и компания DataArt. В этой сфере я работаю уже больше 10 лет, и из них почти 7 здесь. Сегодняшний наш разговор пойдет о мире Agile, и доклад я хочу начать с того, как вообще я пришла к этой теме. Общаясь с коллегами, мы поняли, что некоторые программисты, тестировщики, неважно, работая в проектах Agile, не до конца понимают самой сути этой методологии. Не отделяют отдельно Agile, Scrum, не понимают, что есть не только Scrum, в Agile есть еще Kanban, Crystal и так далее. И поэтому родилась такая идея. Готовясь к докладу, я немножко посерфила в интернете на форумах тестировщиков, мне было любопытно почитать, какие вообще определения дают на обычных форумах. И я была удивлена, потому что были такие определения, что Agile – это автоматизированное тестирование. Другие говорили, что в Agile в принципе невозможно автоматизированное тестирование. А третьи говорили, что процесс, пущенный на самотеку, есть Agile. Также интересно было мнение, что Scrum – это фреймворк. Естественно, ни одно из этих определений неверно. И меня еще удивило то, что многие опасаются откликаться на вакансии, если там есть эти слова, потому что не имели опыта, не работали в таких командах. И сегодня мы постараемся все эти пробелы закрыть. Итак, что же такое Agile? В переводе с английского Agile значит «живой, подвижный». Agile – это не просто методология гибкой разработки, это ряд набор принципов, написанных в начале 2000-х годов. Это философия, это очень живая, динамичная атмосфера. Это среда, в которой команда пытается достичь главной цели – сделать классный продукт. Принципы, которые были написаны в начале 2000-х годов, представлены на этом слайде. Люди взаимодействия важнее процессов и инструментов. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Сотрудничество заказчикам важнее согласование условий контракта. Готовность к изменениям важнее следованию первоначальному плану. И как часто бывает в нашей жизни, самое главное написано мелким шрифтом. То есть не отрицая важности того, что справа, мы все-таки больше ценим то, что слева. Здесь главное не впадать в крайности и помнить, что все-таки нужна и документация, и инструменты, и общение грамотное с клиентом. Но то, что слева, гораздо важнее. Что мне еще нравится в Agile, что проекты начинаются с идеи. Нет какой-то сразу видения конечного продукта, есть только идея. И этап за этапом проект растет как снежный ком. У нас в компании есть Agile проекты, которые уже, наверное, 8 или 9 лет, и он все еще растет, растет и растет. Итак, пройдемся по основным терминам, которые вам могут встретиться, когда вы работаете в Agile проектах. Начнем сверху вниз. У нас есть продукт-оунер, он же владелец продукта. Это человек, который задает бизнес-цели, бизнес-направление нашего продукта. Он точно знает, для кого мы разрабатываем продукт, какие проблемы этот продукт будет решать, и кто будут конечные пользователи этого продукта. Он занимается приоритизированием требований, он дает нам идеи и участвует во всех процессах разработки. Ну, не разработки, а во всех процессах планирования. Ему не обязательно быть технически подкованным человеком, ведь у него есть целая команда, которая готова интерпретировать его идеи в программный код. Едем дальше. Стейкхолдеры. Они же заинтересованные лица. Это может быть группа людей. Или, например, если мы разрабатываем продукт для какой-то огромной компании, и у них есть разные отделы. Из каждого этого отдела к нам может прийти стейкхолдер, потому что он точно знает, что именно он хочет видеть в продукте, который мы разрабатываем. Он точно знает, что он хочет применять, какая функциональная нагрузка должна быть на программное обеспечение. Они также выставляют требования, они являются связующим звеном, у которых можно требования эти уточнять. Они осуществляют обратную связь, присутствуют на спринт-ревью-митингах, об этом мы еще поговорим, и всячески мы с ними коммуницируем. Обычно команда в agile примерно от 5 до 9 человек. Если коллектив большой, то они разбиваются на несколько команд. В идеале в каждой такой команде должен быть скрам-мастер, это такой своеобразный гуру и хранитель знаний. Он точно знает, что такое agile, гораздо лучше меня, и он следит за тем, чтобы все agile процессы выполнялись так, как нужно. Он присутствует на всех митингах, но он никогда не вмешивается в процесс, он только направляет и регулирует его. Он помогает команде прийти к результатам вовремя и своевременно. Естественно, основа скрам – это спринт или по-другому итерация. Спринт – это отрезок времени, обычно от 1 до 4 недель. Во время спринта, в идеале, к каждому спринту должна быть цель, которая будет мотивировать всю команду. Но, к сожалению, это бывает не всегда. На входе в спринт мы берем некий скоуп, некоторое количество задач, и на выходе мы отдаем уже готовый работающий продукт, который могут пользоваться конечные пользователи. Когда-нибудь задумывались, как рождаются требования, откуда вообще они берутся? Например, к продукту-онеру или стейкхолдеру приходит какая-то идея. Эта идея формируется в юзер-стори, обычно тем же продукту-онером или бизнес-аналитиком. Обычно юзер-стори имеют такой вид, как роль пользователя, я что-то хочу получить с такой-то целью. Например, как пользователь телефона, я хочу отправлять сообщения силой мысли, чтобы сократить время на отправку сообщений. Это юзер-стори. Это такой high-level требование, которое потом со временем перефразируется в функциональные требования, которые отдаются уже команде разработки. Все такие требования помещаются в некоторый продукт-бэклог и там хранятся, пока мы не захотим их реализовать. В начале каждого спринта происходит спринг-плэннинг-митинг. На этом митинге из этого бэклога, естественно, тут присутствует продукт-онер, стейкхолдеры, по желанию. Из бэклога достаются фичи, юзер-стори, баги, которые мы планируем в текущем спринте реализовать. И они помещаются в спринт-бэклог. На таком митинге берется каждая фича и оценивается как разработчикам, так и тестировщикам. Иногда разработчику, чтобы реализовать какую-то фичу, может понадобиться всего каких-то 15-30 минут, но тестировщику, чтобы ее проверить, нужно сделать огромное окружение, собрать кучу тестовых данных, и у него найдет огромная куча времени. Поэтому оценка идет как бы с двух сторон. Как можно оценивать? Можно оценивать в часах, сколько на это нужно часов, а можно оценивать в стори-поинтах. Мне больше нравится оценка в стори-поинтах. Как это делается? Обычно это делается во время игры. Который называется Scrum Poker или Planning Poker. Собирается вся команда. Сначала берется фич, они обсуждают, какие могут быть здесь подводные камни, какие могут возникнуть сложности в разработке, какие могут возникнуть сложности в тестировании. Потом каждый член команды берет, вот тут нарисовано как раз, какие бывают карточки, но их бывает больше. Это значение стори-поинтов. Каждый член команды, рубашка вверх, берет какую-то карточку, сколько он считает, эта фич займет стори-поинтов. Когда вся команда сделала свою оценку, эти карточки переворачиваются, и берется общее арифметическое. Какие плюсы у этого метода? Во-первых, эта оценка действительно объективна. Во-вторых, каждый думает своей головой, с точки зрения своего конкретно опыта, сколько он потратит на это сил. И здесь совершенно отсутствует влияние более авторитетных членов команды. На каждый спринт команда определяет определенное количество стори-поинтов, которые они могут реализовать. И когда команда набирает фич на это количество стори-поинтов, все, это как бы решение, это наш сколп на следующий спринт. И теперь суммируем. Вот на этой картинке очень здорово показан общий процесс. У нас тут здесь есть наш продукт-оунер, вот наши стейкхолдеры, и здесь наши любимые программисты. Вот здесь очень здорово видно, что от стейкхолдеров поступает огромное количество каких-то новых идей, новых хотелок. А это наш бэклог. И здесь четко показано, что прежде чем положить фичу в бэклог, нужно задать себе вопрос, действительно ли эта фича отвечает требованиям наших конечных пользователей, отвечает нашим изначальным бизнес-требованиям, бизнес-целям, или это просто классная фича, давайте ее сделаем, но пользоваться ее никто не будет. Поэтому очень важно уметь говорить «нет» фичам и отправлять их, так сказать, в лес. Что еще здесь есть интересного? Вот эти цифры 4,6 – это пропускная способность команды. Это значит, что во время итерации команда может качественно реализовать 4,6 фич. Ключевое слово здесь «качественно». Естественно, они могут и больше, но при этом они будут спешить, они будут становиться невнимательными, а значит, плодить баги. Естественно, это нам не нужно, поэтому мы устанавливаем лимит. Обычно после первой итерации, как и блины комом, и где-то итерации после третьей-четвертой, команда понимает свою пропускную способность и пытается ей соответствовать. Самое главное в agile процессах, именно, ну не только, конечно, для тестировщиков, но в частности для тестировщиков, это коммуникации. Это коммуникации с программистами, с бизнес-аналитиком, с продукт-оунером, со всей командой. То есть в этом процессе неформальное общение очень важно. Если вы считаете, что эта функция не будет использоваться, если вы считаете, что здесь можно улучшить, нужно об этом всегда говорить. То есть не нужно бояться создавать импровменты, потому что, может быть, именно ваш импровмент будет включен уже в следующий спринт. То есть вы можете влиять не только на качественную составляющую продукта, но и на функциональную ее составляющую. Это очень здорово. Итак, что же происходит внутри спринта? Вообще я очень люблю слово спринт, он отлично отражает то, что происходит внутри. То есть начинается итерация, все собрались, как-то пробежали этот спринт, дошли до конца итерации, выдохнули и тут же встали и побежали на следующий круг. Как происходит спринт? Пока программисты девелопят новую фичу, тестировщики пишут тест-кейзы. Если вы думаете, что в Agile нет документации, вы глубоко заблуждаетесь, она есть. Просто это не огромный талмуд требований, который собирался и утверждался целый год. Это очень все сжато, без лишней воды и бюрократии, но требования есть, они должны быть. Потом, когда тест-кейзы написаны, тут уже программисты что-то успели сделать, и они начинают выкатывать фичи на тестовое окружение. Это может быть какой-то модуль, частично сделанная фича, или уже полностью готовая. Тестировщики тестируют, потом начинается у программистов фаза багфиксинга, а у тестировщиков багфикс верификация, то есть проверка пофикшенных багов. Примерно где-то за два дня до конца итерации процесс разработки должен остановиться, то есть это такой своеобразный код фриз. И в это время программа тестировщиков занимается либо регрессионным тестированием, либо с антитестированием в зависимости от размера продукта. Каждый день, как ритуал, проходит daily scrum meeting или просто daily meeting или stand-up. Называйте, как хотите. На этом митинге каждый член команды отвечает на три вопроса. Что я делал вчера, что я буду делать сегодня, и что мне мешает двигаться вперед? Он должен проходить 15 минут. То есть этот митинг для того, чтобы видеть весь прогресс команды, чтобы проблемы не накапливались. То есть я не буду сидеть до конца спринта, если у меня там какая-то проблема и у меня нет доступа к каким-то данным, я на этом митинге скажу об этом, и вся проблема решится. Кстати, вот про тест-кейзы забыла сказать. Очень есть классный метод, чтобы, когда тестировщики пишут тест-кейзы, если их несколько в команде, тест-кейзами здорово меняться. То есть, например, Маша написала тест-кейзы на логин-страницу, я написала тест-кейзы на регистрацию. Перед тем, как тестировать, тест-кейзами мы поменялись. Что это дает? Во-первых, я разобралась не только в своей фичи, но и в Машиной. Во-вторых, я увидела какие-то пробелы, которые не учла Маша в своих тест-кейзах, а она в моих имейте пробелы заполнили. Заполнили. В-третьих, глаз тестировщика не замыливается, и как бы больше багов находится. Мы эти методы применяли, это работает, это здорово. И это минимизирует такой вариант, что когда только определенный человек владеет знаниями по определенным фичам, то есть не будет в команде незаменимых людей. Вернемся к нашему митингу. В идеале, agile, этот митинг должен проходить в митинг-руме обязательно стоя. Но, естественно, в условиях распределенных команд мы можем проводить этот митинг, сидя в нашем удобном кресле или в скайпе. Едем дальше. Спринт-ревью. Когда спринт закончился, проходит спринт-ревью-митинг. На этот митинг обязательно приходит продукт-оунер. На нем команда показывает все, чего она смогла достичь за этот спринт. Она показывает все функциональности, все ищи, которые они закрыли. То есть тут происходит некоторая демо. Продукт-оунеры очень любят эти митинги, потому что они видят прогресс, они видят, что процесс не стоит на месте, и они довольны. Они понимают, что завтра этот качественный продукт уйдет конечным пользователям. После этого проходит спринт-ретроспектива. Это такой достаточно длительный процесс, но безумно полезный. На таких митингах обсуждается, что какие проблемы были во время спринта. Может быть, это было некачественное стимирование, несвоевременные коммуникации с заказчиком, или просто не поняли друг друга. Тут решается, как можно улучшить процессы, как в следующем спринте сделать все без задоринки. Еще отличный инструмент для наблюдения за прогрессом команды – это диаграмма сгорания задач или burn-down-чат. Само слово burn-down – это процесс горения, гореть вниз. Мы привыкли, что хорошие графики, они идут вверх. Здесь хороший график идет вниз. Что у нас здесь есть? На этой оси отображается, здесь может быть количество часов, или количество задач, или количество story points. А по оси x у нас здесь количество дней на нашу итерацию. Синий график – это идеальный вариант, к которому нужно стремиться. Но, естественно, он нереальный. Глядя на такой график, естественно, здесь вот отображается прогресс команды, и видно, что к концу итерации все все сделали, все молодцы. Иногда бывает так, что график идет вот так, красный. Это значит, что было неправильное эстимирование. Это значит, что команда справилась гораздо раньше, чем следовало. Или как бы вот так, это тоже неправильное эстимирование, команда не успела справиться. Их бывает два вида. Это диаграмма сгорания для одного спринта или для всего проекта. Итак, какие же есть… Простите. Какие плюсы в работе со скрам-методологией? Для меня это в первую очередь динамичность. Я не люблю статичные проекты. Здесь все очень быстро, постоянно какие-то изменения, новые фичи, постоянные коммуникации. Это здорово. Продукт постоянно меняется, постоянно добавляется. Разница в ожиданиях конечных пользователей и в том, что мы им даем, она минимальна, потому что корректируется на каждом спринт-ревью. То есть, если мы разрабатываем продукт, например, по тому же Waterfall, то есть мы разработали велосипед, да, конечный пользователь хотел машину. Мы не показывали этот продукт, и поэтому мы разошлись. Здесь такого не будет. Но главным минусом в Agile это, конечно, документация. На документацию, как обычно, не хватает времени, денег, сил. Есть такие проекты, в которых требования передаются просто на словах. Естественно, это не очень хорошо. Я призываю всех, пожалуйста, документируйте хотя бы минимально. Да, часто требования меняются. Надо будет корректировать свои записи, корректировать тест-кейсы. Но это лучше, чем вы придете к тому, что кто-то придет в вашу команду, и вы не сможете ему рассказать, потому что уже никто не помнит, откуда взялось, какое требование. В принципе, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, я рада. Спасибо. Если не ошибаюсь, по гайдам в Agile написано, что команда стоит и за девелоперов, за разработчиков, то есть разработчиков, не девелоперов. Как вы это комментируете? Ну, мне кажется, это какие-то очень старые гайды, когда считалось, что разработчик, он как бы может сам выполнять работу тестирования. Вообще в Agile очень все взаимозаменяемы. То есть бывает так, что приходишь к концу спринта, ну, не успела тестировать, команда тестирования, да, не успела. И тут могут разработчики заняться тестированием. Или, например, бывают такие команды, когда нет тестировщиков, есть разработчики, которые разрабатывают продукты и пишут автоматизированные тест-кейзы. То есть вот пример такой команды. То есть нет мануального тестирования. У меня вопрос в другом. Как мануальный тестировщик может быть именно в команде разработчиков? Разработчик, понятно, может заменить тестировщика. А тестировщик как может заменить разработчика? Никак, к сожалению. Тогда как может чистый тестировщик, ручной тестировщик, входить в команду… Команда, тут команда не разработчиков, команда разработки. Хорошо. Еще один вопрос. По story point, вот есть роли разработчика и роль тестировщика. И как тестировщик может оценить разработку? Он не может. А как играть в крампотер? Смотрите, каждый член команды, разработчик оценивает со своей точки зрения, с точки зрения сложности разработки. А тестировщик оценивает с точки зрения сложности тестирования. И вот это общее среднее арифметическое количество story point и будет оценка этой фичи. То есть, грубо говоря, фичи – story, а не каждую роль конкретно. То есть не делите конкретную историю на момент разработки, на момент тестирования. Нет, оценивается как бы сразу с двух сторон. Хорошо. И еще вопрос такой. Scrum Master, он внутри команды? Как бы он разработчик-тестировщик? Или это какой-то вообще левый человек? Нет, он вообще никак не участвует в процессе. Это не совсем левый человек. Это человек, который следит за процессом. То есть в обычной жизни это может выполнять роль Team Lead, но обычно Team Lead он еще и участвует в разработке. Или там, например, Project Manager. Он просто следит. Он корректирует, чтобы никто не выбивался из agile методологии, например. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Еще есть вопросы? Спасибо. Спасибо за доклад. Было очень интересно послушать. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к идее сдвинутых спринтов для тестировщиков и разработчиков? К тому, что тестировщик приступает позже, у него, соответственно, сдвиг наполовину идет, спринта. Я работала в таких проектах. Это тоже интересно. И как бы вот, да, как бы сдвиг идет ровно наполовину. То есть когда разработчики заканчивают процесс тестирования, ой, процесс разработки у тестировщиков все только начинается. И пока тестировщики там тестируют, пишут тескейз, они занимаются уже следующими. Это имеет место быть, это как бы интересно. И почему нет? Спасибо. Тут еще вопросы. Вот еще вопрос. Ну, тут скорее даже не вопрос, просто очень много правил, опять же таки, про Vigile сейчас было высказано, но не для всех же проектов все эти правила подходят. То есть как бы и Scrum это не единственный вариант Vigile, то есть опять же таки там Kanban и так далее. Не кажется ли, что стоит как раз таки подбирать что-то свое и перемешивать это наоборот? Есть миксы, даже в Vigile есть микс между Scrum и Kanban. То есть на самом деле, когда все мы пользуемся Jira, да, и помним эти борды, где там to do, in progress, да, это из Kanban, это не из Scrum. То есть, естественно, мы что-то примешиваем. Я сейчас говорю об такой идеализированной Scrum-разработке. То есть в некоторых командах там не делают Sprint-ретроспективу. Там где-то, ну, daily meeting есть, наверное, везде. То есть вот с ретроспективой, там, со Scrum-покером, это есть не везде, но мы можем это добавлять, даже если мы работаем не по Agile, мы можем брать какие-то элементы. Естественно, не для всех проектов подходит это. То есть мы не будем по Agile разрабатывать новый самолет, естественно. Надо как бы понимать, когда можно применить, а когда нельзя. Ну, я немного про другое. Я про то, что это не должно быть жесткими правилами. Это должно быть как раз-таки тем инструментом, который помогает наоборот. То есть если это какое-то правило, наоборот, мешает, разработку, то есть стопорит и тестирование, и разработку, то стоит от него отказаться. Ну, если что-то мешает, конечно. Один момент вот хотел спросить. Вот в конце каждой итерации, вот 1-4 недели, вы сказали, получается конечный продукт. А вот на сколько он конечный? Тот, которому уже выкатывается в продакшн, и им пользуются уже конечные пользователи. Ну, естественно, не после первой итерации, где-то там после третьей, четвертой, это уже как бы то, что отдается в продакшн. То есть это уже готовый продукт, а не какой-то рабочий кусок? Да, да. То есть как бы набираются такие фичи, которые, они полноценные. То есть это уже какая-то функциональность. То есть функциональность, например, регистрации, да, ей уже можно пользоваться. То есть мы не прикрутили сначала кнопку там логин, но не забыли прикрутить for good password, к примеру, да. То есть это уже что-то, чем можно пользоваться. Понятно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, скрам-мастер. Вот он всех слушает и ни во что не вмешивается. И является хранителем гору знаний. Но конкретно за что он отвечает, что он делает? И какая его роль вообще во всем этом? Его роль основная, помимо соблюдения всех вот этих правил, куча, помимо того, что он за всем этим следит, когда у команды случается, что какие-то непредвиденные обстоятельства, они начинают выбиваться из графика. То есть этот скрам-мастер, он им пытается подсказать, как, не пытается, а подсказывает, как лучше поступить в этой ситуации. Либо он может вывести команду на то, что, может быть, надо сдвинуть сроки или просто отказаться от какой-то фичи. То есть он как консультант. Ну, понятно. Но почему ему нельзя ни во что вмешиваться? Почему не может быть скрам-мастером один из разработчиков? Он бы также их и консультировал, и также вникал во все вопросы. На самом деле в обычной жизни именно так и происходит. То есть это какой-то там тимлид, например, который лидирует все звонки, то есть он на звонках опрашивает всех участников команды. То есть это должен делать скрам-мастер. Ну, вот у нас в компании, например, скрам-мастеров нет. То есть мы это делаем как бы своими силами, именно то, о чем вы говорите. Ну, я понял. То есть человек отдельный, который по минимуму занимается какими-то техническими вопросами, да, по максимуму административными, возникает во все, что происходит. Да. Есть у нас, даже в городе у нас есть компании, где именно есть скрам-мастеры, и они занимаются только контролем, чтобы все соблюдались, вот эти все правила. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Что вот по практике, когда мастерам не один человек передается, а в команде эта роль передается? Я слышал о таких практиках, когда скрамом, то есть не постоянно является один и тот же человек, а то есть в команде эту роль принимают по очереди. Ну, это опять же, это нововведение, это, я считаю, может быть полезным для того, чтобы каждый участник команды разобрался вот по всей сути agile. Это может быть здорово и полезно. В продолжении темы по вопросу скрам-мастеров. Какую ответственность они несут, в принципе? Вот человек, который советует, советует, а ответственность он какую-то несет за проект, в принципе? Ну, в принципе, ответственность несут вся команда, в том числе и он. Он является членом команды, просто не вмешиваясь в процесс, то есть как бы вся команда отвечает за продукт. Не, ну, в данный момент, в данный момент прям самая последняя инстанция, кому, грубо говоря, прилетит по шапке. Ну, обычно летит по шапке проект-менеджер, а он уже ко всей команде. Хорошо, спасибо. Я бы хотел уточнить, что плохого в том, что команда выпустила конечный продукт раньше положенного срока. Вы сказали, что это уже ошибка в расчетах. Да, потому что… А что она будет делать в оставшееся время? Если уже конечный продукт выпущен и все готово. Даже если там нет багов, уже все конечный продукт. Конечный продукт, когда я говорю конечный продукт, это значит продукт, которым уже можно пользоваться. То есть вот я приводила вначале пример, что у нас в компании есть проект, которому уже 8 лет, и конечный продукт уже есть эти все 8 лет. Но мы все равно его разрабатываем. То есть вот эта вот итерация, на нее запланировали какие-то задачи, и если их сделали раньше срока, то вот этот оставшийся промежуток времени команда будет бездельничать, потому что нужно опять планинг-митинг, планинг-митинг, на котором это все будет обсуждаться. Команда не может принять решение, что им включить. Это надо опять общаться с продукт-оунером, чтобы он решил, что будем включать. То есть это как бы заминка, это потерянное время. Понял, спасибо. Вы говорите, если команда летит по срокам, например, то спрашивают у скрам-мастера, что делать. А почему не у project-менеджера? Почему скрам-мастер принимает такие решения, а не project-менеджер? Тут как бы картина достаточно идеализирована. Project-менеджер, он следующий уже инстанции. То есть как бы agile вообще направлен на то, чтобы команда могла быть, так сказать, независимой. То есть скрам-мастер, он должен быть до поры, до времени, пока команда не сможет быть самостоятельной полностью. И принимая такие решения, скрам-мастер, он пытается научить команду, как действовать. И потом же, естественно, он должен уведомить об этом project-менеджера, если как бы он есть. Спасибо. Вопрос такой. То есть тестирование производится без участия пользователя или в принципе, то есть в случае сложного техпроцесса, допустим, в программе, привлекаются ли, ну, конечно, люди, которые будут пользоваться? Опять же, тут зависит от самого проекта. Если, например, мы разрабатываем для какой-то конкретной фирмы, то мы здесь можем, так сказать, попросить их, попросить наших стейкхолдеров, там, посмотрите, вот наш продукт, и то это как бы желательно в конце спринта. А вот само тестирование своими силами, то есть мы, зачем мы будем показывать наш продукт, если он важный. Вот, а если как бы мы разрабатываем для массы, то, естественно, никого мы не привлекаем. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ